Ну что, друзья, это история о том, как хорошо работают рассылки. Рассылки спама по почтам электронным со своими предложениями. Я вчера сидела вечером, посмотрела фильм, что-то как-то было мне грустненько, и думаю, ладно, перед сном проверю почту, это было где-то без 15.10, и пришло письмо от школы «Сила ветра», это там, где катаются, на парусничках и прочим-прочим, что типа там ранние часы есть, там как-то, что же у них там, какой-то промо-код жаворонок, что ли, еще что-то такое, короче, ранние часы, там со скидочкой, все дела, еще там и завтрак какой-то или что-то, и завтра все это с утра. И я такая сижу, полазила на сайте, не нашла что-то никакой инфы в плане там уровня подготовки, вроде как бы, да, думаю, дай позвоню. Хотя там работают все до 7 вечера, и подходит девушка и говорит, типа, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, почему вы так поздно работаете? Да, у нас, говорит, там какие-то еще занятия проходят вечером, поэтому надо их курировать. Вот. И я такая поговорила с ней, и, значит, я оплатила занятия. Вот. Встала с утра. Конечно, настроение у меня сразу поднялось, потому что я понимаю, какой-то движ. И я, на самом деле, очень-очень давно хотела пойти вот в школу. И парусник меня интересовал. Думаю, надо вспомнить вообще детство, потому что люблю водичку и все, что с ней связано. И вот решила вам заснять процесс, просто поснимая парк Березки, который находится в Строгино или в Строгине, простите, где и будет проходить все действие. Вот. Я даже не знаю, сколько по времени, ну, типа там, наверное, часик-полтора. Да. Вот. Короче, решила, что это будет как вот мой день рождения. Да. Да. Ну, посмотрим. Встала я заранее бодро, причем вчера хорошо удалось рано заснуть. И сейчас вот скоро уже буду вызывать такси, чтобы доехать до Строгино. Ну, точно. Здесь вот тоже никак не до Строгине, не до Строгина, или, а может быть, до Строгина? Господи, Строгино, что ты делаешь? Прекрати. Все. Выползла из такси. Уже подхожу к Березам. И в такси поняла, что я хочу спать. Вот. Светленько все хорошо, в Березах не было сто лет. А Лай Пороса на ладошечке. А погода, кстати, супер. Дождей вроде не обещали, хотя все очень облачно, но предвкушаю. Летом тут в каком-то году был фестиваль, то ли форум, короче, фотографии. Здесь была огромная площадка, олимпусы продвигались, и я там как раз смотрела. Так у нас тут жральня. Вот. Сила ветра, сила ветра. Вот. Нам нужно туда 100 метров. О, водичка. Какая красота. Короче, тут вообще классно. И кайф. Никого нету. Тут басики есть, можно покупаться. Вон они там. Так. Ой, что-то, наверное, обходить мне надо как-то. Короче, вон там стоят яхточки, паруснички. Вот. Красота. Свобода. Водичка. Блин, кайф. Ой, уточка. Уточка тут сидит. Утка, привет. Я сегодня буду мокнуть. Витя, это Витя. Он сегодня будет меня катать, да? Или что? Инструктировать, да. Инструктировать. Обучать, так сказать, парусу на виду деятельности. Да, чуть погромче, потому что я боюсь, что тебя будет не слышно. Что мы будем делать? Мы сегодня выйдем на вот такой одноместной яхте. И научимся ходить под парусом самостоятельно. Долго? Ну, два часа. О, два часа. Я думала, так оно на час-полтора, ну ладно, класс. Нет, нет, два часа. Все по стандарту. Ты говоришь, я себя промокну. Я вот пришла и ничего не взяла с собой. Ну, лучше брать, на самом деле, потому что по-любому ноги будут мокрые. То есть, по-любому штаны, скорее всего, будут мокрые, потому что борта сухие, да, яхта низкая у нас, относительно воды. И, да, поворот крутится, сразу борта становится мокрый. Класс, класс. Ну, скоро уже или не скоро? Скоро. Скоро. Да, просто тут и рано приехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, товарищи, я все откаталась. И, блин, это было классно. Я кайфанула дико, потому что вспомнила реально так, что у меня с экспозицией полная жопа тут. И посижу, пожалуй, тут уже музончик, какие-то движи. В самом комплексе вот это вот березы, парк березы, отдельно стоит тут прям в углу школы ветра. Здесь есть басики, которые я вот показывала. Вот они там где-то где-то вот тут, но в основном какие-то корпоративные истории, вот что скажу. Под парусом классно ходить. Я в шлюпочном лагере ходила под парусом, это было клёво. И здесь в итоге, кстати, всё поменялось. Сначала я вам показывала мальчика, который вроде как собирался меня, как это назвать, то... В общем, проводить со мной досуг. Но потом пошла я на большую лодку, где у нас было несколько человек. И, блин, это классно. Вода, конечно, дико расслабляет. Очень-очень всё это приятно. И хочу ещё. Вот, собственно, мы шли на такой же лодке парусной. И со стороны выглядит всё намного меньше. Потому что, когда ты паруса раскрываешь, это, конечно, что-то. Вот здесь вторая лодочка. Вот-вот-вот. Тут ещё раскрыт чёрный парус. Он, конечно, вообще огненный. Вот. Всё это вот говорят тебе, как делать. Вот, и эти тоже раскрывают. Как-то я не помню, как он называется. Но созвучно с Геннадием. Мы называли его Геннадий. Да. Вот-вот как раз раскрывают. А эти сразу чёрные. Красота. Красота и спокойно так. Вот когда лодка моторная, там, конечно, шум от неё. А здесь ветер. И вот соединение прям с природой, конечно, кайф. В общем, мне надо в себя ещё чуть-чуть прийти. Ну всё, топы на выход. Хочется где-то позавтракать. Где, не знаю. Музыка. Тут, в принципе, можно, но что-то уже, это, не знаю, хочется. Мне кажется, до конца тут ещё никто не расчехлился. На самом деле, народу никого нет. Погода вышла для этого отличная. Чуть-чуть даже пока был дождик, но это не помешало. Ну и всё. Давайте я на этом закончу. Я уже всё рассказала. Всё клёвое. Я очень довольна. Устроила себе такой мини-день рождения. И пойду завтракать. Пока.